Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok В каком-то конкретном моменте То есть в какой-то конкретной симуляции Я буду делать только отдельную систему Вот Сегодня я хотел бы вас спросить А давайте посмотрим С нашей Земли, с нашей планетки На какую-нибудь ближайшую солнечную систему Ну допустим на Альфа Центавру Ее отсюда можно увидеть вообще? Так видно Альдебаран, Барнанду, Ц Ближайшая к нам это Альфа Центавра Ее отсюда видно? Ой, солнце как красиво, ребята Восход, восход на солнце Смотрите, сейчас конечно лаги будут Если я сделаю, вот, видно, да? Ну, она как бы подлагивает А, нет, это закат, ребята Вот, я сейчас приземлился Где я приземлюсь с тобой? Где-то в Америке Ладно, короче говоря, вы видели, был закат Вот, как видите, уже начинает подлагивать Из-за такого вот количества Всяких разных штук, да? Вот, именно поэтому я думаю Некоторые планеты можно удалить Например, такие вот, как Какая-то Лада Веста тут есть у нас Какие-то вот эти вот еще три непонятных Объекта Можно удалить Сатурн Он не нужен Можно удалить Цереру Юпитер Нептун Уран И Плутон В общем, можно удалить Ничего страшного не произойдет абсолютно Количество планет, ребята, очень сильно влияет на производительность Как видите, у меня 40 АПС всего А, ну вы ее не видите Я вижу Так, ну вот, оставим, короче, так, как есть сейчас Давайте попробуем ускорить время, как раньше Получится ли у нас это? Нет, очень плохо все работает Игра очень сильно начинает лагать То есть, очень мощные шаги я сделать не могу, как раньше Вот, то есть, у меня это довольно-таки Доставляет проблему Вот Ладно, что ж, поделать Давайте я, собственно, что хотел предложить Мы с нашей поверхности Земли Можем увидеть много разнообразных планет Оооо Прекрасно я приземлился Вот, лаги, конечно, дичайшие Вот, ничего не могу сказать цель Вот, если посмотреть в небо Мы можем увидеть, например, Барнанду-Ц, да Эта звезда находится очень На расстоянии, по-моему, в 6 световых лет От Солнца Не буду врать, не помню точно Вот И я предлагаю с вами, ребят Туда запустить какой-нибудь спутник, допустим И посмотреть, что же я там сделал Вам же интересно, да? Как я там, какую я там систему сделал Что там вообще И так далее И так Для этого нам необходимо сделать спутник Со скоростью, скажем Люди овлад... Давайте представим, что люди овладели Сверхсветовыми способностями Сверхсветовыми скоростями Вот И могут запустить спутник со скоростью, скажем 100 километров в секунду Для этого люди берут объект Берут, скажем Какой-нибудь Nav Horizons И вот таким вот образом И вот таким вот образом Не понял Ха Че он не запускается-то? Может быть, слишком быстро? Ну, я предполагаю, что слишком быстро А, ну вот, собственно, да Nav Horizons Так, ребята Он у нас вот так вот выглядит Запущен по направлению К звезде Барнанда Собственно, он к ней туда и движется сейчас Да, я предполагаю? Ну, собственно, да Ха Если вот так вот его приблизить Видно, что он туда и движется Так, масса 478 килограмм Орбит Парент Ребята, меня вот это вот смущает Я не хочу, чтобы он вращался вокруг Солнца Но ему, у него, видать, нет выхода Кроме как вращаться вокруг Солнца Вот Поэтому, ребят Представим, что этот Nav Horizons Он уже давным-давно Вылетел даже за пределы Солнечной системы То есть Солнце его уже не волнует Вот И ад И скажем Вот откуда-нибудь отсюда Он был запущен Да Nav Horizons И скоростью, скажем Ну, там, не знаю С тысячи километров в секунду Паузу нажать надо, да Вот он, Nav Horizons наш Который летит туда со скоростью Тысячу километров в секунду Предположительно должен лететь туда со скоростью Тысячу километров в секунду А, да Летит Хорош, хорош, хорош Ребят, он летит со скоростью Тысячу километров в секунду Это Сейчас скажу точнее В пересчете на световые года Ну, пока он летит, все равно Все Можно даже ему немножко эдит Тут, скажем, вот Взять там, не знаю Ось вращения ему поменять Вот Чтобы он вот так вращался Тут так вот Красиво, да Вот, период вращения Там два, скажем Ну, нет, ладно Одно Ноль одну А ноль один сделаем Вот так, чтобы он не спеша вращался Вокруг своей оси То есть, как бы Представляем, что его что-то закрутило От солнца он улетел Настолько недалеко И настолько, так скажем Ничего страшного с ним не произойдет Что он, вот видите Вот его путь еще Оу А вот и еще, ребята И те самые, которые я запустил в начале Ребята, те самые Да ладно Серьезно Это те самые спутники Которые летят Со скоростью 100 Световых лет в секунду Они уже преодолели, ребят Пол Ну, как половину Ну, частично Не половину Но довольно длительное расстояние Они уже преодолели В принципе, скорости можно увеличить До 1000 световых лет в секунду Вот И в принципе, со скоростью 1000 световых лет в секунду Может быть, даже в этом году Они прилетят Вот, я не знаю еще Вот, ну Блин Ну, хоть давайте 10 000 световых лет в секунду Так, ну что, ребята Вот с такими темпами-то мы уже справимся Да, да Да, да, я думаю Да Вот 20 000 20 000 световых лет в секунду Летит наш Нев Горизонт Прямо напрямую в звезде Барнандо Давайте будем смотреть С него Так, он уже в темноте вполне Его ничего не освещает Вот Он очень далеко Вот Примерно от Ну, расстояние от звезды Барнандо Я вам сейчас покажу Если отлететь удастся От солнца до звезды Барнандо Вот примерно Сколько ему осталось Вот он движется Он все разгоняется Разгоняется Он разогнался уже до 27 Семи, скажем Тысяч Этих световых лет До 40 тысяч Разогнался До 40 пи Семи тысяч Разогнался Вот, ребята Ну, сейчас, конечно Он успеет уже прилететь туда Но вот, когда он начнет Вот сюда подлетать Мы его, как бы Уже немножечко начнем тормозить В его гигантской скорости Сразу подготовлю ему 10 тысяч Так, ну Людям-то интересно, конечно Что-то узнать Что происходит вообще В звезде, которая находится В 8 световых годах От них, да? Ну, интересно же Конечно Так, вот такую вот Скорость делаем тут же Он все еще летит Он все еще летит, ребята Так, я уже не успеваю Ничего сделать Делаем скорость Тысячу световых лет В секунду, вот Так он будет лететь Гораздо медленнее И для меня удобнее Вот, тем не менее Он летит напрямую В Барнанду Или Нет, он летит мимо, ребята Он пролетит мимо Звезды Барнанды На расстоянии Так он таки Даже не очень-то плохом Так, давайте представим Что он Он у нас не улетает На расстоянии, да? Мы сделаем 10 световых лет Скорость И немножечко Передактируем Его, так скажем Положение Вот, да? Что он как-то Очень уж он быстро Хотел улететь От звезды От нашей Которые его Собственно Направляли Так Неф Горизонт Стой Стоп-стоп-стоп-стоп Нью Горизонтс Так Вот Я его потихонечку Подвожу Уже к звезде К нашей Собственно Да Вот Его, конечно Скорость 10 световых лет Обязывает Как известно Лупить По-топовому Вот Но Тем не менее Мы пытаемся Его все-таки Приблизить К Системе Барнанды А вот Ребята Уже что-то И проглядывается Да Вот вам уже Интересно Наверное Что я здесь Надел Вот она Ребята Система Барнанды Будьте знакомы Вот Здесь уже Конечно Не нужен нам Неф Горизонт Но ему можно В принципе Установить Скорость Км в секунду И поставить На него 100 км в секунду Но все равно Он уже не улетит Никуда Он останется В притяжении Звезды Барнанды Наверное Ну Должен остаться Во всяком случае Ну ладно Херст Пусть летит Вообще куда хочет Мне все равно Так ребята Вот собственно Что я сделал В звезде Барнанды Давайте посмотрим Это ребята У нас Барнанды Это Эй Во первых Начнем с этой планеты Это Барнанды А ребята Массы в 13 лун Это экзопланета Температура на которой Является Очень Для людей Так скажем Приемлемой Температура на ней 20 Градусов Вот здесь Как видите Вода В переходном состоянии Находится Вот И в принципе Как-то я не понял Почему она В переходном состоянии Честно говоря Но так же Я конечно Не хотел Чтобы она Вот так вот Была заполнена Вся планета Я хотел Чтобы были острова Между прочим Я их тут и делал Я не знаю Куда они сиделись Давайте Вернем Вот такая вот Красивая Экзопланетка У нас Ребят Если кому интересно Можно даже На нее приземлиться Со стороны С освещенной стороны Да Так И вот так вот Посмотреть Красиво На Льдебаран На Барнанду Б На какую-то Другую планету Вот И Собственно Что тут еще На солнце На наше Которое находится Сейчас над нас На 8 световых годах Да Вот Ну красиво Короче Да Так Ну вот Она недалеко Совершенно Представляете Просто Какой мы проделали Путь Ребята От солнца Только что Да Ну Представим Что это Здесь прошло Не год А Он летел Скажем Не знаю Пич 30 лет Вот Есть планетка Барнандо Б Ребята Газовый гигант Селиком Состоящий Из газа Абсолютно Не ядра Вот И А нет Он имеет Селикатное ядро Очень маленькое Вот Про него не особо Интересно Есть Планетка Тоже Экзопланета Можно сказать Называется Планета У нас Барнандо Эн Ребята Это последняя планета Которая здесь я Придумал На ней Как видите Вот такие вот Красивые Матерички Есть На нее Также можно Приземлиться Наверное Это У меня Почему-то я Не могу На нее Приземлиться А О Могу Прямо Сплоть Атмосферу Мы Приземлились И вот Такие Красивые Вот Находимся На Планеты Очень красиво Вот Неп Коризонс Наш Куда-то Летит Запылившийся Наверное Так И Собственно Атмосферу Видно Ну Такие вот Здесь Острова Да Ну Прикольно Да Планетка Очень хорошая Хоть Температура 151 градус Но В принципе Витать на ней Так Есть Безатмосферный Но Обращающийся Очень близко К Свезде Барнандо Спутник Анкнаун А Нет У него есть Атмосфера Почему Я не сделал Атмосферу Да И он У него есть Атмосфера У него есть Вода То есть Здесь Уже В этой планете Как минимум В этой Звездной системе Как минимум Три Уже Планеты Потенциально Годные Для Проживания Ну И есть Еще Конечно Барнандо Ц Планета Да Вот На нее Можно Посмотреть Вот Таким Образум Она выглядит Залито Водой Частично Сиреневая Вот Как ни странно То есть Там Положительно Она Покрыта Сиреневым Цветом Вот Ну И немножечко Покрыт Водой Но Единственная проблема В том Что она Минус 86 градусов И не имеет Атмосферы Это вот Проблема Барнандо Ц Барнандо Ц Есть Ребята Барнандо Ц Эй Он имеет Даже По-моему Атмосферу Если Не ошибаюсь Нет Он Не Сигляш Так Ну и Последнее Сегодня На нашем Обзоре Это Барнандо Ди Ребята Планета Барнандо Д Температура Минус 201 градус Не тут Ни о чем Говорить Она Находится Очень далеко От Льды Собственно Родицей Да Вот Очень далеко Находится От нее Где Где Одна Звезда Так Все Звезды Есть А вот Родное Движение Так А вот Где-то Короче Там Цвета Барнандо Ребят Я не знаю Я не могу ее найти Вот В общем Обретается Очень далеко А Да Забыл Сказать Я еще Сири Убил Все Ребят На этом Все Это был Обзор Вот Моей Такой Системы Я надеюсь Вам понравилась Данная Серия Поставьте Лайк Подпишитесь На канал И мы Увидимся Что это Что такое М Это Загадочные Загадочные Кусочки Я не знаю Что это Силикатные Кремниевые Убил Подписывайтесь на канал, и мы увидимся с вами в новых сериях «Юниверсальный год». Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok